Утро. Доброе утро. На радио Нижний Новгород. 10.12 в Нижнем Новгороде. Доброе утро всем тем, кто привык к тому, что радио Нижний Новгород это всегда повод удивиться. У нас в эфире Неофит. Очередной претендент на должность радиоведущего, по крайней мере, хотя бы на один день. На 7 мая, когда все ведущие радио Нижний Новгород будут отдыхать, потому что профессиональный праздник. А вы, молодежь, будете работать. Анна Алексеева у нас у микрофона. Аня, доброе утро. Доброе утро, Нижний. Аня единственный человек, который хотел работать сразу в двух парах наушников. Это плюс. Вы первая девушка, кто увидев наш микрофон, сказали, ой, какой он страшный, почему такой большой. Но это, наверное, тоже плюс, потому что непосредственно реакция это всегда хорошо. Правда, Антон? Да как безусловно. Главное, чтобы она была в рамках таких приличных, хотя где приличие этих рамок не знает никто, Ваня. Я вам сразу скажу. Не я, не Антон, в общем, никто. За исключением одного человека. Но имя его псу, и мы не будем поминать. Итак, Анна, как и все наши штажеры, готова познакомить всех слушателей с интересными новостями. Ну, а потом проверить себя на скороговорках. Мастер-класс Антон Нечаев. Вот ты сразу идешь к новостям. Все тебе одни новости. Мне-то хочется познакомиться с Аней. Аня, откуда вы, что вы делаете, чем вы занимаетесь? Расскажите немножко. Я с рождения живу в Нижнем Новгороде. Родилась в Автозаводском районе. Так. Год назад закончила школу и решила пойти на радио. Год назад закончили школу? Да, мне всего 18 лет. Вот это поворот. Но это опять же преимущество. Это большой плюс. Ну, просто с раннего детства мне мама привела какую-то любовь в журналистике, и я решила начать радио. А кто мама? У нас тут заходили одни, соответственно, маму, вот, учитель литературы. Кто вам прививал любовь в журналистике? Ну, мама обычный рабочий, но она всегда хорошо училась в школе. У нее были всегда пятерки и отличное владение русским языком, литературой. По нынешним временам это важно, какие оценки в аттестате или в дипломе. А то, знаешь, выходит потом кое-кто на трибуну и говорит, смотрите, у него тройки. Безусловно. А вот с Аней Алексеевой такой номер не пройдет. У нее пятерки, правда? Неподдельные, настоящие. Ну и горячее желание работать на радио, что всегда приветствуется. Да, день возможных. Итак, стажер в эфире радио Нижний Новгород на 99,5 FM. Новости от Анны Алексеевой. Нижний Новгород. Лента новостей. Чем больше времени вы проводите, печатая за компьютером, тем меньше часов у вас остается на то, чтобы уделить свое внимание вашей гитаре. Дэвиду Нивиллу из американского города Портленда этой ситуации совершенно не нравилась. Поэтому он решил объединить хобби и работу. Используя гитарный синтезатор, процессор и еще кучу электронных деталей, ему удалось подключить свой инструмент к компьютеру так, что последний считал электрогитару клавиатурой. Каждая струна способна посылать свой отдельный сигнал в вычислительную матрицу. И одной ноте соответствует своя буква. Таким образом, чтобы набрать даже небольшой текст, нужно проиграть целую композицию. Однако Дэвиду часто доводится печатать сообщения. Поэтому перспектива того, что ему придется играть многочасовые концерты ежедневно, его совсем не пугает. Ведь он считает это прекрасным шансом практиковаться на любимом инструменте, не отрываясь от обязанностей. Молодец! Узнали много интересного. Волнение, конечно, чувствуется. Я вам даю, Аня, возможность вот так вот вдохнуть, а потом выдохнуть. Смотрите, она умеет выдыхать бесшумно. Это ли уже не шанс стать радиоведущим? Это половина победы. Потому что мы обычно делаем вот так вот в микрофон. Ну а теперь коротко о других интересных фактах. Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьев, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти. Слово «космос» и «косметика» однокоренные. Древние греки считали, что в космосе царит порядок, гармония и красота. В Швеции и Норвегии невыгодно иметь больших собак. Владельцы собак в Швеции платят налог по росту собак, а в Норвегии по их длине. Употребление чистой воды вместо других напитков снижает аппетит и способствует скорейшему похудению. Молодец! Браво! Конечно, после последней новости хотела сказать спасибо КЭП. Да, мы знали, что чистую воду пить полезно. Сколько литров чистой воды вы выпиваете в сутки? Литра два. Может. Я считаю, что это норма. Молодец. Хотите хорошо выглядеть, смотрите на Аню Алексееву, заходите на нрадио.инфо и нрадио.тв. Новости от Анны Алексеевой прозвучали. Ты будешь опять выпытывать подробности биографии? Да нет, нет, конечно. Давайте перейдем к скороговоркам. К чему-то мы перейдем к скороговоркам. Спасибо вам, Анют. Если-если перед-после, значит после-после-если. Если-если после-после, значит после-перед-если. Если-если перед-после, значит после-после-если. Если-если после-после, значит после-перед-если. Да что, люблю скороговорки, в которых абсолютно нет смысла, но за это как забавно звучит. Как это нет смысла? Ты ничего не поняла, что ли? Только не надо это повторить. Пожали уши тех, кто нас слушал. Я уверен, что этот вопрос возникнет, потому что, ну, вот он возникает у меня, ну и, соответственно, думаю, что возникнет и у слушателей. Что с голосом у вас? Скажите, поделитесь, пожалуйста. Это просто характерный тембр, мне кажется. Это характерный тембр или это реально простуда, потому что дождь на улице? Это, наверное, не знаю, это, наверное, характерный тембр. Вот я так разговариваю, понимаешь? Вот ты так ешь, а они так разговаривают. Понял, бывает. Это индивидуально. Зато, представляешь, любой, кто включает приемник, даже представляться не надо, сразу ясно, кто в эфире, потому что очень часто радиоведущие звучат одинаково, да, согласитесь они? И пока они не скажут 15 раз, что микрофон Антон Нечаев, я не пойму, что это Антон Нечаев. Да, конечно, серая мышь какая-то сидит за микрофоном периодически. Ну, ясно, Антон Нечаев. Спасибо вам большое. Причем, ты знаешь, что сейчас, когда снимается видео, а потом мы его выложим в группе радио Ниженовград в ВКонтакте, и любой желающий может проголосовать либо за нее Алексееву, либо за ее соперницу. Сегодня у нас была Светлана Толкова. Так вот, все те, кто сейчас смотрит видео, они тебя не видят, Антон. Я знаю. Ты за кадром. Я не переживаю. Голос такой из тишины. Аня, спасибо. У вас есть возможность пожелать всему Нижнему чего-нибудь хорошего? Ну, надеюсь, пробки вас сегодня не особо расстроили, потому что меня лично нет. У меня отличное настроение. Желаю вам отличного настроения весь день. Да и последующие дни тоже. Удачи вам, любви и живите счастливо. Глобально. Эпохально. Спасибо, Аня Алексеевой. Еще раз напомню, что проголосовать за претендентов на кресло ведущего на Радио Нижний Новгород любой желающий может, зайдя в группу ВКонтакте, в нашу Радио Нижний Новгород. Заходите, через минут 15 будет видео, фотографии, оставляйте ваши голоса. Будете молодцы. Всем доброго утра. Утро. 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 Продолжение следует...